По итогу, что мы увидели? Что на самом деле та информация, которая была опубликована в средах массовой информации о загрязнении территории, которая приближенная к хозяйству, она по факту есть. Насколько она масштабна, я думаю, надзорные органы в ходе своей проверки нам все расскажут. И, кстати, они нам обещали в ближайшее время провести эту проверку. То есть при этом на место будут отбираться пробы, устанавливаться, чем загрязнена вся эта земля. В последующем это все выльется в определенные предписания на устранение всех нарушений, а также будет посчитан экологический ущерб сельскохозяйственной земле, которая как раз загрязнена фекалиями от свинокомплекса. Ну и выпустены штрафы, что на самом деле не самое важное в данной ситуации. Какие надзорные органы с собой приглашали? Какие отозвались приехать? Какие акты стали? О данной ситуации мы, в принципе, ставили в известность все надзорные органы. Это природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края и Росприроднадзор. Все отреагировали, все провели первоочередные проверочные мероприятия, нам они уже отписались, в ходе которых они установили все-таки факт загрязнения почв. На нашем мероприятии, на выездное, к нам присоединялись специалисты Россельхознадзора, которые, в принципе, с нами проехали. Мы им показали те места, которые они по какой-то причине до этого не видели и никогда не обращали на это внимание. А места это как раз те сливы, несационированные жидких отходов, фекалий со свинокомплекса, которые непосредственно по естественному рельефу текут в сторону реки Сереж. Говорить на сегодняшний день попадают ли эти отходы в Сереж или нет точно, с точностью, с достоверностью нет возможности, так как у нас не было с вами определенных приборов для того, чтобы мы сразу же установили загрязнение. Но думать, предполагать, что эти отходы попадают вниз по рельефу непосредственно в сам водный объект реки Сереж, с большей вероятностью, что да, чем нет. Как считаете, технологии в мире существуют, которые снижают экологическую нагрузку как на воздух, как на почву, как на воды в сельском хозяйстве? Да, конечно же, эти технологии есть. Я думаю, что у нас просто представители сельскохозяйственной отрасли сильно не застимулированы делать определенные вложения в технологическое развитие своих мощностей сельскохозяйственных. О чем я говорю? Ну, к примеру, даже тот факт, что в принципе те нарушения, которые мы с вами сегодня в рамках нашего мероприятия увидели невооруженным взглядом, на них не обращают надзорные органы внимания. Хотя мы прекрасно понимаем, что сюда ехать и что-то сверхсложное делать, чтобы выявить эти нарушения, не нужно. Это нужно просто приехать и увидеть. И тем самым, как раз при таком низком уровне надзора, мы видим такое расслабленное, халатное отношение субъектов хозяйственной деятельности в части технологического развития. То есть, чтобы фермеры у нас начали вкладывать деньги в технологии, которые можно было бы здесь применять. Если мы с вами посмотрим на технологии введения аналогичной хозяйственной деятельности развитых стран, то же самое Германии, Японии, то там мы такого особо не обнаружим. И только по той причине, что там не разрешается, и там вообще недопустимо, чтобы фермер осуществил какое-то загрязнение объектов окружающей среды, например, фекалии вылил. Потому что он понимает, что завтра это ему не просто штрафом грозит, какой-то там финансовой нагрузкой, а он может просто быть привлечен к уголовной ответственности и непосредственно несколько лет провести уже в тюрьме. То есть, там жесткое законодательство. И вот как раз только жесткие меры реагирования, жесткие, определенная ответственность серьезная за природоохранные нарушения, только это и может стимулировать к тому, чтобы у нас бизнес вкладывал в свои инвестпроекты. Может быть бизнес и идет во власть, чтобы вот эти вот драконовские законы не принимать и препятствовать? А я думаю, что бизнес идет во власть даже, может быть, не для того, чтобы не принимать драконовские законы, а для того, чтобы делать все возможное, чтобы облегчить себе свою хозяйственную деятельность. Потому что я не думаю, что кто-то заинтересован копать самому себе же яму.